Алла Борисовна Пугачева Здравствуйте! Поймать звезду мы, и вот мы вот прям от поклонников именно пришли. У нас буквально шесть вопросов. Я встану, а то, что ты стоишь передо мной, как шпой. А вот вы сюда, я сюда. Ох, класс. А первый вопрос от нашей ведущей, от Тани Шилиной. А вам важно, как выглядит студия, где создается музыка? Да, конечно. Важно, чтобы это не было оплетенный паутиной угол, которым будет вонять плесенью. У меня в студии все очень даже симпатично, эстетично. Елена пишет, жизнь знаменитых всегда становится книгой или фильмом. А вы больше любите автобиографии? Или художественная история, она лучше? Ну вот измененная какая-нибудь, как персонаж. Ну, мне кажется, что какая-то подретушированная история жизни, преподнесенная правильным соусом, таким, под которым читатели будут острее все это наблюдают, конечно, лучше, чем голые факты. А существует ли чистое, без подвохов и обратных сторон счастье? Ну, совсем ничем не обращенное. Совсем ничем? Да. Ну, существует только, я так считаю, но очень недолго. Ну, так... Как аплодисменты? И все. Как аплодисменты? И уже омрачилась, да. Лена Попо спрашивает, а есть какие-то подарки, значения и важность которых понимают только музыканты? Знаешь, когда тебе дарят музыку определенного свойства, или тебе дарят песню, которую ты хотел бы, и которую ждал тогда. Ты понимаешь, что это дорогой подарок, это именно то, что тебе было нужно. Ой. Развиваясь в творчестве, музыкальном, а надо о настоящем думать или будущее предугадывать? Максим такой философ. Ну, нет, не надо думать. Не надо думать, не надо чувствовать. А вы родились в марте. А какой вы март больше любите, южный или северный? Я люблю солнечный март. В принципе, не важно, где это будет, на каких широтах. Надо, чтобы было солнце вот так, как сегодня. Так редко бывает, кстати, в Питере. О, ну вот, с вашим приехалом. Все, спасибо вам огромное. Ну, вот у меня последняя прям вот просьба. Вот мы телезрителям дарим автографы. Я попрошу вас. Спасибо вам огромное. Спасибо.